здравствуйте друзья покажу вам один очень простой способ как набрать петли по краю изделия крючком а дальше вязать спицами я таким способом набирала по горловине свитера из кидмохера вот такой шов вот по лицу вот по лицевой стороне и вот изнанка набирать можно как по поперечному так и продольному краю полотна вот как вы видели на примере свитера по закрытым петлям горловины набраны петли и связан ворот так и по продольному краю по кромочным петлям можно набрать петли например для вязания рукава от прямой проймы вниз рукава также можно применить для обвязывания пледов каймой также для обвязывания платков шалей да и в любом случае где вам покажется уместным вот для примера мы обвяжем этот образец я сделала петельку фиксированную ввожу крючок в первую петлю кромочную в уголок и вытягиваю эту петлю эту петлю которая теперь находится на крючке я провязываю теперь ввожу крючок в следующую петлю мы обвязываем поперечный край закрытые петли крючок нужно вводить не под кромочную петлю а в петлю ниже лежащего ряда вот в серединку петли вытягиваю нить на крючок и эту петлю провязываю на крючке у меня две петли следующая петля ввожу крючок вытягиваю нить на крючке нить я ее провязываю вот третья петля провязана по поперечному полотну мы набираем петли из каждой петли закрытой петли петли полотна которые мы обязываем также вяжем хвостик и все будет аккуратно петли затягивать не нужно они должны быть свободными и объемными чтобы шов был аккуратным вот я петли с крючка перенесла на спицу теперь давайте обвяжем продольный край полотна вот мы видим кромочные петли две стеночки кромочной петли кромочная петля объединяет два ряда потому что первую петлю мы снимаем в начале ряда это кромочная петля и в конце ряда мы ее провязываем при повороте на другую сторону мы опять эту петлю снимаем она у нас объединяет два ряда поэтому есть такое правило если петли набирать по ровному полотну то из четырех рядов нужно набрать три петли или из двух кромочных петель набрать две петли но я буду не в кромочные петли не под кромочные петли крючок вводить а в петлю в середину петли которая лежит рядом возле кромочной петли петли вот можно посмотреть 1 кромочная петля и 2 вот и теперь по лицевой стороне вот мы видим лицевая петля под одна петля вот один ряд который объединяет кромочная петля и второй ряд и вот еще третий ряд и четвертый ряд 2 кромочные петли объединяют эти четыре ряда я буду вводить крючок вот в эти не под кромочные петли а вот в эти петли 1 2 3 4 ряда 1 ряд буду пропускать в эту первую петлю при обвязке этого края это была последняя петля мы в эту петлю петлю уже провязали вот она на спицы теперь в эту же петлю мы сделаем еще одну петлю вытянем вот вытягиваю и провязываю я эту петлю пока месть могу также одеть на эту спицу эта петля которая будет относиться к уголочку и вот только в начале ряда я этот ритм изменю в петлю следующего ряда я ввожу крючок вытягиваю нить вот на высоту моих петель на ширину петель и эту петлю провязываю в следующую петлю следующего ряда ввожу крючок вытягиваю петлю провязываю и вот третье вернее четвертый ряд петлю провязываю теперь две следующие кромочные петли или 4 ряда вот 1 2 3 ряд и четвертый ряд я первую петлю пропускаю и 3 следующие ряда провязываю вот одна петля вытягиваю нить и провязываю вторая петля третий четвертый ряд вытягиваю нить и провязываю петлю третью петлю вот следующие четыре ряда первый ряд я пропускаю ввожу крючок в петлю во второй ряд вытянула и провязала вторую петлю провязала и третью петлю провязала вот можно сразу петли переносить на спицу вот следующие четыре ряда 1 2 3 и 4 под 2 кромочные петли вот с изнанки их лучше видно 1 ряд я пропускаю ввожу крючок в следующий во второй вытягиваю нить и провязываю еще одна петля и еще одна петля вот и так провязываю до края изделия вот у меня последние две кромочные петли то есть последние четыре ряда в конце так же как и в начале мы провяжем в каждую в каждый ряд петлю нам нужна будет петля для поворота вот при обвязывании этого края этой стороны из первой петли с первого ряда мы также провяжем петлю теперь можно петли перенести на спицу вот угловую петлю я спущу вот изнанка видите рубчика края изделия нигде не видно ни по лицевой ни по изнаночной стороне все аккуратно этот способ хорошо подходит для вязания детских изделий для самых маленьких чтобы рубчик был спрятан и не претендовать на применение но я знаю что найдется много случаев когда он будет уместен применяйте и вяжите с удовольствием пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео всем удачи до встречи спасибо за просмотр! Продолжение следует...